Всё, что я хочу, это забыть. Забвение. Поэтому мне нужно уехать отсюда. Уехать и не знать ничего. Понимаешь? Но куда? В Рекипу. Я уже всё узнала об этом маршруте. Так что... Одна? Нет, нет, нет. Это невозможно, нет. Мама, всё будет хорошо. Мне это очень нужно. Я встречусь с новыми людьми. Я увижу много новых мест. А вдруг я полюблю снова? Но как ты сможешь жить одна? Кто будет заботиться о твоей одежде, еде? Мама, это всё можно уладить. Там я буду жить так же, как здесь. Ты многое делаешь для меня. Заботишься обо мне. А там я буду строить свою жизнь. Строить самостоятельно. У меня есть на это силы. Правда, мама. Пожалуйста, разреши мне уехать. Не держи меня, ладно? Мама, если ты действительно хочешь помочь, разреши мне уехать. Не заставляй меня переживать то, чего я, возможно, не переживу. Я знаю, как тебе тяжело, но... Сделай это для меня. Да? Дорогая. Хорошо. Всё. Всё. Перестали плакать. Если это единственное, что я могу для тебя сделать, поезжай, дорогая. Мама. Всё. Всё, всё. Я уже не плачу. А ты нашла место, где будешь жить. Да, да. Сестра управляющего обещала найти комнату для меня. Они сделают всё, что нужно. Хорошо. Тогда нам нужно собрать твою одежду. Кажется, у нас нет чемодана. Нам нужно его купить. Мне обещали дать его. Ладно. Похоже, всё давно улажено. Мама. Я хотела бы попросить тебя об одолжении. Не говори, Мария Эмилия, о причине моего отъезда. Она знает что-нибудь обо мне и Лало? Она не знает даже того, что произошло. Она ошеломлена своими проблемами. Если она спросит, скажи, что я уехала в отпуск. Не говори ей правды. Пожалуйста. Почему, Россио? Потому что, если Мария Эмилия не помирится с Алехандро, я хочу дать возможность Лало завоевать её. Надеюсь, это не слишком крепко, милый. Кажется, сейчас не слишком подходящий момент для таких напитков. Я не милый, но это достаточно крепко. Сенера Гера сказал мне, что поднимется наверх, что-нибудь надеть, слишком палящее солнце. Попробуйте коктейль. Всё в порядке. Можешь идти. Так жарко. Было бы неплохо сейчас нырнуть в бассейн. К сожалению, ты не можешь. Да, служащим не разрешено плавать с гостями отеля. А ведь я очень хороший пловец. Ты плаваешь? Да. Я очень люблю спорт. Я плаваю и играю в футбол. Да? Я умею делать многие вещи. Кстати, могу предложить мою помощь в качестве экскурсовода. Здесь очень много прекрасных уголков, недоступных для туристов. И что же в них такого особенного? Можно насладиться удивительными видами. К тому же, они уединённые. А вы любите острые ощущения? Да. Всё может быть. Я передам моему мужу. Эстебан? Да, это я, кто говорит. Франциско, почему ты не звонил мне раньше? Извини, я не мог. Ты сейчас ничего мне не сказав. Что с тобой? Где ты? В Майами с Моникой. Конечно. Я догадывался, что ты с ней. Но некоторые произошедшие события мне непонятны. Ты о том, с кем я уехал? Они думают, что это Мария Эмиля? Да, Алекандро уверен, что это Мария Эмиля. Ты объяснил? Нет, я ничего не сказал. Я думал, если ты сам ничего не разъяснил... Да. Я так поступил, потому что... Хорошо. Пусть все останется как есть. Ничего хорошего. Я ничего не понимаю. Послушай, твой адвокат хочет с тобой связаться. Скажи, в каком отеле ты остановился? Хорошо. Хорошо. Я скажу ему. Пожалуйста, не говори никому, где я. Спасибо, Эстебан. Увидимся. Тебе не стоило говорить, где мы. Я не хотела бы никого видеть. Это необходимо. Мой адвокат хочет со мной поговорить. Если ты об этом, это другое дело. Это очень важно. Мы должны поторопиться с твоим разводом. Я умираю от желания стать твоей женой. Хочешь пива? Нет, спасибо, Дон Руденсио. Ты становишься дешевым гостем. Когда ты ко мне приходишь, то заставляешь выложить все, что есть. Послушай, работа шофера тяжела. Тебе нужно хорошо питаться. Я не голоден. Может, мне станцевать, чтобы приободрить тебя? Нет, спасибо. Я думал, Хенероса придет навестить тебя. Она вам говорила. По нашему с ней разговору было похоже, что она собирается. Вы видели, Россио? Она открыла мне дверь. Что она вам сказала? Она спросила, не был ли я болен. Она, должно быть, увидела во мне старика. Седина. Седина говорит о годах. Дон Руденсио, она спрашивала обо мне? Нет, нет. Мы не разговаривали. Я разговаривал только с ее матерью. Вставай, мальчик. Тебе нужно действовать. Если игра стоит свеч, борись. Борись за Россио. Того, что ты делаешь, очень мало. Вы до сих пор любите ее, Дон Руденсио. Забудь об этом. Она будет твоей, а я могу быть посаженным отцом на свадьбе. Я думаю, что заслужил это, потому что ты мне почти как сын. Я всегда думал, что ты влюблен в Марию и Эмилию. Мы как-то говорили об этом, и ты меня не поправил. Поэтому я был в полном неведении. Послушайте, Дон Руденсио, дело в том, что я совершенно запутался. Тебе нравятся они обе? Хуже. Мне кажется, я влюблен в обеих. Нет, нет, этого не может быть, парень. Будь осторожен. Ты должен решиться, ведь Россио тебя очень любит. В любом случае, я не позволю тебе отвергнуть ее и причинить ей боль. Я помогу тебе, так что вскоре ты сможешь жениться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...